Год экологии объявлен по всей стране. Места лишения свободы не исключения. В пятницу к осужденным седьмой женской колонии областного центра в гости с видеоуроками приехала руководитель творческой студии телефильмов ЭОС Светлана Олексенко. Спецконтингенту, а сегодня они прежде всего зрители, режиссер представляет фильм 2005 года «Полет бабочки». Документальная картина была удостоена национальной премии «Экомир». Светлана Олексенко в гостях в колонии не первый раз. Публику здешнюю любит и говорит, что мероприятие в зоне отличает неформальный характер. Люди здесь искренне заинтересованы в новых знаниях. Именно здесь люди воспринимают это более остро, чем в любом другом месте. Поэтому подобного рода встречи для них играют важнейшую роль, может быть, во всем своем дальнейшем пребывании. Я знаю, что они очень ждут этих встреч. Они видят какой-то новый для них кусочек мира, который здесь ограничен. 30-минутный фильм снимали в конце 90-х в Лухе. На кадрах удивительная по красоте, нетронутая человеком природа, представители флоры и фауны. С годами, рассказывает Светлана Олексенко, фильм становится все более важным, так как редких насекомых, о которых идет речь, все меньше. Ивановская область по данному фильму необычайно красивая и хочется просто побывать в этих местах, насколько все четко, красиво, ярко снято. Это дополнительные уроки, которые хочется для себя усвоить, тем более в этих местах. Светлана Ивановна дает очень большой вообще мастер-класс по всему, то есть все четко рассказывает, объясняет, у нее есть чем научиться. Одна из главных задач офицеров УФСИН – воспитательная. В общество надо вернуть полноценную личность, возможно, перевоспитанную, более нравственную. Для этого в места заключения приглашают гостей. В основном представители творческой интеллигенции. Отзывы всегда очень сложительные. Они, помимо того, что они могут почерпнуть что-то для своего расширения, круга взрослых, ну и просто посмотреть, потому что изоляция от общества, и они видят хотя бы что-то другое, то, что не сами его показывают. Фильм вызвал у осужденных бурю эмоций. Спикеры буквально засыпали вопросами. А за такой удивительный подарок в виде новых знаний осужденные приготовили режиссеру ответный презент – фигурку самой Светланы Олексенко, выполненную по классической традиции обитателей колоний из хлеба. К слову, из 500 осужденных ИК-7 отметят год экологии уже на воле примерно 180 женщин.